Мы находим хорошую совместимость и хорошие взаимоотношения. И теперь мы рассчитываем о семейных традициях. Потому что если они разные, если традиции одной семьи отличаются от традиций другой семьи, то тогда им будет очень тяжело. И это второе, что я хотела сказать. В этом этапе, когда вы найдете хорошую компанию, то в следующем этапе они смогут узнать. Это то, что мы делаем. После этого они смогут узнать и узнать. Они не рекомендуют сделать взаимоотношения между другими взаимоотношениями? Да. У нас есть еще одна система. По законам вед, по ведическому закону, мы знаем, кто руши, от которых мы произошли. Так что это было для всех людей, не только для нас, но и для нас. И все это касается всех людей, не только нас. Но у других людей это знание потеряно. Потому что все человеческие люди на этой планете отсутствие от кланов этих рушистов. Каждый из нас спустился к каким-то клану Риш. Но у нас есть традиция, которая никогда не прерывалась, и с помощью которой мы знаем, какой именно клан Риш нас спустил сюда на землю. Например, руши, от которых мы родились, их зовут Харадваджа. Например, риши, от которых мы произошли, их зовут Харадваджа. Харадваджа. Существует очень большое количество риш, от которых люди происходят. Мы знаем, потому что мы продолжаем продолжать это. Потому что я знал от моего рода, а потом он знал от меня, и его родители, мы знали. Сегодня вечером, когда мы прерывались. Да, сегодня вечером, каждый день после ритуала, мы помним руши, от которых мы родились, и благодарим их за наше происхождение. Таким образом, в отношениях, мы видим, что женщина и мужчина не должны быть из-за руши, потому что родители из-за руши как братья и сестры. И здесь очень важно оследить, чтобы муж и жена не происходили от одних и тех же риш, потому что если они происходят от одних и тех же риш, то они, на самом деле, как бы брат и сестра. Поэтому мы также принимаем внимание, что называется Готра. Готра – это как раз и называется, от каких риш произошло семейство. Тенденция, получается, какие-то ключевые качества тех или иных риш, и они учитывают. Can I ask a question? How do you know this? Yes, that is what I told you. It is coming from father to son, father to children, father to children. So it is obvious. Because from the childhood in every sacrament, when we do the rituals, this is mentioned, this belongs to this rushi, this belongs to this rushi. Like this, many hundreds of times it is mentioned. So automatically we know. And in every ritual, which we send, there is always a name of those rish, from which we have come from. So the children from childhood hear their names, and they, of course, they don't know. And even every day, every day, what we do, we call, you know, puja worship. In this worship also, it is a procedure, where first we utter the name of our rushi, and first pay respect to him, and start our offerings, and all these things. So automatically, we know that. So in India, in every family, people know their rushi? Almost, yes. Still. Only now still, still many people. Even though many people now, changing their lifestyle, and left all these things, as some superstitions. How can we, how can we, replace this wisdom also in the West? This is not a question. Yes. That is a different kind of thing. Also, when we go to temple, the priest asked, from which rushi you came, ah, Even if it was a mother and a freedester, he was a prophet. And even when we go to temple, the priest asked, from what kind of tribe… by the rushi you came to Jerusalem. the priest asked, from which rushi you came, from which rushi you came to Jerusalem. How can the Westen people find out? How can the Westen people find out? Потому что мы должны переносить в вашей семье, и переносить, где исчезнет, и вы сможете переносить. Но Маша всегда использует ответ, что это все вокруг мира, но они потеряли его. Да, и он спросит, как можно переносить? Конечно, традиция отслеживания кланов Риж отсутствует, и сказал Ананда Кришна, что на самом деле эта задача выполнимая, но с большим трудом, потому что надо через все поколения проследить связь этих поколений с исходным кланом Риж. Многие вещи потеряны, даже в Индии сейчас, в Индии, но эта традиция не очень потеряна. Вы не потеряны. Да. Многие вещи потеряны, но вот эта сохранилась, скажем. Многие вещи потеряны, но вот это сохранилось. что касается происхождения Атриш, эта традиция довольно неплохо сохранена. Да, и в еваргинской традиции это тоже было немаловажно, потому что, скажем, девушки, надо было брать жену из другого королевства. Как вы понимаете в семье название Риши, потому что, например, например, одна девушка из другой семьи, да? И как вы понимаете сейчас, например, в этой семье, в каком Риши он, в каком Риши роде? Мама или папа? А теперь по-русски. Мама или папа? Да, папа. Да, папа. Паржу. Да, да, да. Давайте задавайте по-русски, а она переведет, потому что получается терабак. Пускай по-английски, но пускай лучше с каждым человеком переведет. Вопрос следующий. А вы его расслейте, ты запомнил? Да, вы расслейте. Вопрос следующий. Как понять теперь, к какой линии Риши принадлежит ребенку? Если мать из одной линии, отец из другой. Я расскажу. Вы знаете, когда вы хотите вырастить растение, то для этого нужна семечка и для этого нужна земля. И когда вы сажаете семя в землю, то получается растение. И растение, которое вырастает, опять возвращает вам точно такие же семечки. Таким образом, земля может быть разной, но семья всегда остается одним и тем же. Таким образом, ребенка будет зависеть от родителей Риши, от родителей. И поэтому происхождение ребенка, независимо от того, какого пола сына или дочь, оно будет смотреться по происхождению отца, имена отца. Ясно. 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 И даже если знают происхождение, скажем, матери, ее Риши, а не знают решаться, то это не имеет никакого смысла. Потому что мама, мама, она как бы та земля, в которой падает эта семечка. Да, но в ритуале это называется Канья Рама. Она обеспечивает девушке родителей 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 родителей. И, собственно говоря, когда рождается ребенок, то делается определенный ритуал, когда этот ребенок, он как бы жертвуется клану Риши отца. Таким образом, все эти процедуры, они являются ритуалами, с корреспондентами мантра из Аведики, потому что все эти традиции сопровождаются мантра, чтением священных писаний и являются священными ритуалами. И, соответственно, всем этим речам, когда выбирается девушка и юноша для того, чтобы пожениться, то свадьба играется, соответственно, вот этим всем процедурам. И в этой церемонии, основной моментом, это, что девушка или мужчина, он может принимать... Таким образом, в ритмах он выполняет пять ритуала. ...свадьба играется с огненным ритуалом. И он берет обувь, обувь они берут обувь, что мы вместе, И каждый из них клянется, что они будут вместе до конца. И в этом-то и состоит значение тех мантр, которые пропиваются во время свадьбы. И клятвы даются именно во время огненной церемонии у огня. Потому что огонь — это субстрат ДЭП. И когда отец девушки отдает свою дочь юноше во время свадьбы, и он говорит, что эта девушка, которую я принесла, я сейчас дам ее, и вы не ожидали, что это уничтожение. И этот девушка предупреждает, что я не уничтожение. И это то, что происходит в мантре. И происходит так, что когда отец девушки подводит ее к молодому человеку, он говорит ему, что я отдаю тебе свою дочь, и я ожидаю от тебя, что ты никогда не разведешься с ней. И юноша обещает, клянется отцу, что... Он подтверждает, что да, я никогда ее не оставлю, я никогда с ней не разведусь. И также... Одно из этих мантрасов — это мы будем вместе в каждом смысле, и мы должны быть ответственны, чтобы иметь хорошие дети. Это все, которые они принимают. И в мантрах как раз упоминается о том, что они будут вместе до конца дней, и плюс еще каждый из них дает обязательство, клянется, дать здоровое, хорошее, полноценное потомство. И с Кришном Ачарией мы тоже разговаривали на эти темы. И, соответственно, это стоит представлением западной цивилизации сегодня. Он сказал, что даже если взаимоотношения не вполне гармоничны, если отношения после замужества не совсем гармоничны, не нужно разводиться. И если отношения для вас настолько тяжелы, что вы не можете их переносить, просто разойдитесь на какое-то время, не разводясь официально. Просто разъедьтесь. И на одной спирали эволюции наступит такой момент, когда вы сможете снова сгармонизировать свои отношения. И мне кажется, что это было таким своеобразным компромиссом для западного мира. Но для меня это логика. Потому что если вы разводитесь, и если вы будете нашими способами пытаться найти нового партнера, вы непременно привлечете к себе абсолютную копию того, что у вас было раньше. И в этом случае я считаю, что гораздо лучше какое-то время пострадать, и в этом страдании вместе пройти этот путь и очиститься, и соединиться, и выходить уже вместе на какой-то новый уровень отношений. Для меня это логика из этой пропорции. Мы можем это жить, если мы хотим. Это вера. Да, это совершеннейшая правда. И человек способен все это переживать, если у него будет на то добрая воля. И в следующем случае, после этого, после этого, после этого, для начала, для их следующей цели, для их общения, И, опять же, изучая астрологические натальные карты, подбирается подходящее время для сексуального контакта партнера. И, опять же, есть ритуалы, и в этом ритуале, мантры, пасхи из Велы, они сказали, что мы входим в это, чтобы дать верность к пюре Солнцам. И это не только ритуалы, здесь также имеют место быть и научные какие-то правила. И теперь я вам все это объясню с точки зрения древней науки о здоровье, которая называется Айурведа. Потому что источник науки Айурведы это примерно 50 000 лет, 50 000 лет назад. Считается, что Айурведа началась где-то 50 000 лет тому назад. И наука Айурведы, она соблюдалась всеми обычными людьми, то есть Айурведа это была не наука о здоровье, а скорее образ жизни. И это было принято в форме литературы и в форме специальной литературы около 6 000 лет тому назад. А 6 000 лет тому назад появились или на книге письменные документы айурведические. Таким образом, беременность и рождение детей, это самый важный эпизод или самое важное, что может произойти в жизни женщины. С точки зрения биологии, с точки зрения биологии и психологии. Айурведская наука предписывает определенные правила и процедуры для хорошей, здоровой и естественной беременности и безопасной беременности. И для того, чтобы ребенок родился нормально и без опасности для себя и для матери. Эти правила универсальны и подходят для любого времени. Потому что они основаны на законе природы, который неизменен. Это то, что так называемые универсальны не понимают. Они думают, что медицинские и все эти правила, они из-за времени изменены. Но основные правила, которые основаны на правила, они никогда не изменены. И многие изучающие Айурведы полагают, что все эти правила, они временные или относятся к каким-то определенным местам и событиям. А на самом деле это универсальный закон, который, так сказать, основан на законах природы. И поэтому он неизменен и непостоянен. И соотносится со всеми временами. Механизм деторождения и беременности управляется в основном планетой Луной. Потому что менструации, вообще все женские функции, они управляются фазами Луны. Потому что, знаете, 28 дней – это время для Луны сделать один круг по кругу зодиака. Для того, чтобы Луна прошла по кругу зодиака, для этого должно пройти 28 дней. 28 дней – цикл Луны. Для здоровой женщины 28 дней – это ее обычный период между менструациями. Если она не вмешается. Потому что столько всяких непотребливых вещей, которые вмешиваются в этот натуральный процесс. Итак, мы должны принимать это. Мы не должны пытаться исправить все эти вещи. Потому что это закон природы. И мы должны принимать результаты. Мы не можем избежать результаты. И мы должны с этим считаться. Потому что, независимо от того, что это закон природы, нам нужно считаться с теми обстоятельствами, которые, так сказать, привносятся в этот закон. Потому что сегодня в аптеках продаются такое огромное количество препаратов, которыми женщина внедряется, вмешивается в процесс менструального процесса. Для удовольствия. Для удовольствия. А во-первых, для удовольствия. А во-вторых, по глупости своей. По невежности. По невежности. По невежности. По невежности. Да, по невежности. Да, но расплачивается женщина за это свое здоровье. Потому что, как доктор, я знаю, что многие молодые девушки, которые просто начали с менструацией, когда у них болезнь, болезнь, болезненные, то гинекологи предпринимают, что они не смогут чувствовать. Потому что я знаю столько случаев из жизни, когда девочка, у которой недавно начались менструации болезненные, она обращается к доктору, и доктор тут же незамедлительно прописывает ей противозачаточные. Я знаю это по своей дочери. Но, слава Богу, у нас была Ананда Кришна. И поэтому сейчас у нас все хорошо. Потому что, когда только вы начинаете принимать таблетки, то ваша система изымается из натурального ритма, тут же выхватывается из нее, вырывается. И тогда эта девушка, из-за использования этой контрацептики и все эти вещи, из-за использования этой контрацептики. Она предпринимает всю жизнь, чтобы продолжить медицинскую таблетку. И начинается такой непрерывный процесс, когда девушка, для того, чтобы поддерживать такое относительное здоровье в собственном организме, должна все время принимать какие-то таблетки. Потому что происходит вмешательство в ее гормональную систему, и, как следствие, это влияет на эмоции девушки. И, как следствие, это влияет на эмоции девушки. И такой получается замкнутый круг. Поэтому, то, что происходит, что ее семейное жизни будет проблематической. В своей семье будет болезненным. И тогда, получается, так, что ее нарушается семейная жизнь. Ее беременность подвержена всяческим опасностям.